Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Романа Донин. Смотрите сегодня в выпуске. Ценный груз краснокнижных осётров обнаружили пограничники в одной из фур. Успешные бизнесмены. Совет предпринимателей прошёл в администрации округа. Пожароопасный период. Садоводам нужно поберечь имущество. Проверить свои знания. Большой этнографический диктант написали в Уссуриске. Внимание, пожар! Воспитатели и дети детского сада номер 129 репетируют эвакуацию. Будущие чемпионы. Открытое первенство по фигурному катанию началось на ледовой арене. Краснокнижных осётров обнаружили пограничники в одной из фур. Общий вес рыбы почти 4 тонны. Незаконную перевозку пресекли на трассе Владивосток-Хабаровск. Среди мешков с замороженной камбалой, треской и ментаем сотрудники пограничного управления ФСБ нашли почти 400 тушек калуги и амурского осётра. Эти породы находятся под защитой экологов и относятся к особо ценным. Ущерб, который причинён водным ресурсом, предварительно оценили в 88,5 миллионов рублей. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. В скором времени будет проведена экспертиза. Успешные бизнесмены. Больше налогов в бюджет. Совет предпринимателей прошёл в администрации округа. На встрече обсудили работу резидентов свободного порта Владивосток и конкурс для людей, которые благополучно развивают своё дело. 57 резидентов свободного порта Владивосток зарегистрировано в Уссуриске. От таких бизнесменов в округ будет вложено порядка 20 миллиардов рублей инвестиций. Об этом говорили на заседании Совета по развитию предпринимательства. Но вначале по традиции своей историей успеха поделился учредитель дальневосточного завода «Эколос». Предприятие занимается оборудованием для очистки и перекачки сточных вод. В нашем городе компания работает уже пять лет. У Владивостока производств нет, не было и не будет. Мне кажется, никогда тот, когда не был готов, город Артём превратился в такой логистический хаб. А Уссуриск был вакантен для размещения производства в 2014 году. И сейчас, в принципе. И тут есть кадровый потенциал производственных специальностей. И вот мы разместили здесь наш завод. Бизнесменов округа призвали участвовать в конкурсе на лучшего предпринимателя года. Заявки можно подавать до 11 ноября. Оценивать будут по пяти номинациям. Предприятия в сфере производства, торговли, услуг, общественного питания и ресторанного бизнеса. А также в сфере сельскохозяйственного производства. Оценка предприятия осуществляется по социально-экономическим показателям. То есть берётся в расчёт выручка, средняя заработная плата, мониторим. И по этим показателям оцениваем предприятия как лучшие. В дальнейшем победителей мы, конечно, светим, потому что лучшие практики, их нужно транслировать и говорить, и гордиться тем, что у нас есть такие предприятия, на которые можно работать. В Рио главы округа Евгений Кош отметил, что предпринимателям нужно быть более активными и говорить о своих проблемах. Администрация Уссурийска, в свою очередь, будет помогать в их решении. Ведь если в городе работают успешные бизнесмены, то и в бюджет поступают больше налогов. Виктория Калинина, Антон Войцеховский, Телемикс. Пять смертей во время пожара за этот год. В администрации прошла встреча с председателями садовых товариществ. Дачникам напомнили о том, как нужно вести себя в период, когда возгорания на участках особенно вероятны. Более 1300 возгораний с начала года. Половина – частные дома и дачные участки. Пожароопасный период в Уссурийске еще не закончен. Теплая погода заставляет дачников внимательнее относиться к своим сельхозугодиям в это время. В администрации округа провели рабочую встречу с председателями садоводческих и огороднических товариществ. Сотрудники МЧС напомнили о технике безопасности. В связи с ожиданием пожароопасного периода хотелось бы напомнить о том, что дачные участки необходимо убирать от мусора, хлама, сухой травы и валежника. Косить траву своевременно. Огнеборцы периодически выезжают в рейды и ловят нарушителей. Зачастую это поджигатели сухой травы. На своем же участке за такое в пожароопасный период можно схлопотать штраф. Но тут ребром встал вопрос, что делать с бесхозными участками. На прошлом заседании поднимал вопрос, а вот она не там. Вот такая трава, дома стоят в траве. Кто за это ответит, нас будет нести и 400 тысяч платить. Территории без хозяина остаются некошенными, а значит представляют угрозу в пожароопасный период. Так называемые отказные участки градостроительство отдает новым собственникам по мере возможности. Но если участок все же ничей, у обоих сторон связаны руки. Когда люди обращаются за предоставлением отказных садовых участков, в меру возможности мы такие земельные участки предоставляем. Соответственно появляется собственник. За благоустройство отказных участков мы ответственности никакой не несем. Говорили на встрече и об охране садов. Владельцам дач напомнили о необходимости закрывать дома и не оставлять там ценные вещи на длительный период. Ведь зимой учащаются кражи. В случае такого инцидента сразу обращаться в полицию. Участились случаи сейчас, когда так называемые наши металлисты, лица категории бомж, на дачных участках лазают, проживают. Обращайте на это тоже внимание, потому что они же и доставляют не только вам проблемы, но и нам проблемы. Также на рабочей встрече обсудили ряд других вопросов. Например, как скашивать траву по новым правилам и что делать с нерадивыми соседями. Специалисты администрации ответили на все вопросы, которые интересовали дачников. А в МЧС напомнили, со 2 ноября начнутся новые рейды и проверки садовых участков на предмет техники безопасности. Елена Карпенко, Антон Войцеховский, Телемикс Шлагбаумы во дворах все чаще становятся преградой к спасению жизни людей. В Уссурийске произошел инцидент, когда скорая после оказания помощи больному не смогла выехать на следующий вызов. Как раз из такой ловушки. В ситуации разбиралась наш корреспондент Марина Роман. Ленинградская 43В. Именно по этому адресу в первом часу ночи скорая помощь приехала на вызов к годовалому ребенку. Однако медики столкнулись с преградой. Шлагбаум с обеих сторон перекрывал въезд во двор. В тот раз мы уже хотели звонить вызывающей, но шлагбаум нам открыл совершенно посторонний человек. Мы спокойно заехали во двор. После оказания помощи ребенку мы попросили хозяйку дома снова открыть нам шлагбаум, чтобы мы смогли выехать. На что нам было отвечено, что она не ставила этот шлагбаум. Это в общем не ее проблемы и чтобы мы выбирались сами. Полчаса бригада скорой пыталась найти хоть кого-нибудь, кто откроет шлагбаум. Уходило время, за которое можно оказать помощь другому больному. О ситуации медики были вынуждены сообщить старшему врачу. Мне пришлось созвониться с полицией, с УВД, объяснить ситуацию. И на место вызова выехали сотрудники полиции, которые открыли шлагбаум и выпустили скорую помощь. Закрытые шлагбаумы. Головная боль, говорят, в скорой помощи. Порой бригада вынуждена бросать машину у ограждения и к подъезду идти пешком. Расстояние зачастую от 100 метров и более. Ситуация усугубляется, когда больного в итоге нужно транспортировать до кареты на носилках. Но из-за того, что не было подъезда, оставляли за 100, за 150 и шли пешком. Ну то есть это, понимаете, что может быть, если, допустим, пациента везти, нести там или как-то на эти... То есть особенно в зимнее время, когда и гололедное явление и так далее. Поэтому, конечно же, это всегда очень проблематично. Как правило, ключи от шлагбаумов есть только у владельцев авто, которые живут в перегороженном доме. А попадается ли такой хозяин бригадам спецмашин – дело случая. Однако есть в городе дворы с показательным примером. Председатель ТСЖ на Ленина-122 побеспокоился и назначил дежурного, который следит за ограждением. Номер телефона доступен всем. Жильцы уже заранее, когда вызывают скорую, выходят. Если у кого нет ключика, или звонят мне, или звонят дежурно, она как раз сразу откроет. Открываем, выезжаем, даже бывает и ночью. Но это очень редко, это раза два в год, максимум три. А так все нормально. Шлагбаумы – не единственная преграда для спецмашин. Железобетонные блоки посреди двора – вот чем еще грешат жители нашего города. Что, кстати, запрещено законом. Железобетонные блоки устанавливать ни в коем случае нельзя. Это запрещено, опять же, правилами дорожного движения пожарной безопасности. Ограждения у домов мешают не только скорой помощи. Во время пожара у огнеборцев время также может идти на секунды. К верхним этажам высотного здания обязательно нужно подать лестницу. За несколько метров от дома этого сделать невозможно. Есть еще служба пожаротушения, которая осуществляет аварийно-спасательные работы, когда у нас происходят пожары. И им для быстрого маневрирования и спасения людей, и более быстрого проведения аварийно-спасательных ситуаций, нужен самый короткий путь для того, чтобы проехать, для того, чтобы развернуться, для того, чтобы лестница могла подъехать. На просторах интернета есть много видео, где спасатели, работники скорой помощи, ломают шлагбаумы. В Уссурийске пока таких случаев не было. Всю ответственность за перекрытие несут жильцы. Но ситуацию всегда можно оспорить. В случае повреждения шлагбаума, установленного во дворевного квартирного дома, заявитель вправе обратиться в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску в заявление. И в зависимости от причиненного ущерба, в законном порядке будет принято процессуальное решение. Ситуации, когда спецмашины не могут выехать за заграждение, повторяются все чаще, говорят медики. И заканчивается это порой не порчей шлагбаума, а ущербом для имущества скорой помощи. Бывали даже случаи с рукоприкладством, бывали случаи, когда причинялся вред автомобилю, то есть там резали резину, бросали камни. То есть, ну, честно говоря, было очень неприятно, потому что медицинские работники приезжают же не по своей воле, а именно по вызову. И наверняка это срочный вызов, потому что все-таки в критической ситуации люди пользуются скорой медицинской помощью. Есть ряд правил, когда можно устанавливать шлагбаумы во дворах. Например, к жилому дому, если его высота 15-18 метров, не запрещено перекрывать проезд с одной стороны. Но один, продольный, должен быть всегда открытый. По незаконно установленным железобетонным блокам горожане могут подать жалобы в управление жилищной политики. А еще нужно помнить, из-за закрытой преграды приходится ждать и медлить с выездом спецмашинам к тем, кто ждать, может быть, уже не может. Марина Роман, Антон Войцеховский, Телемикс. Патриотическая работа с молодежью. Основная тема Совета по делам военнослужащих. В Уссурийске в одном месте собрались люди в погонах и представители ветеранских организаций. Что делают в округе, чтобы развить у детей любовь к родине? И почему Совет военнослужащих начался с аплодисментов? Расскажем далее. С итогов всмотра конкурса, в котором участвовали исключительно ветеранские организации Уссурийска, начался Совет по делам военнослужащих. Оценивалась патриотическая работа с молодежью. 12 участников, как городских, так и с сельских территорий. Шесть призовых мест. Лучшими стали ветераны Афганистана с деревень Борисовцы. Диплом и денежная премия победителям. Однако важных дел никто не отменял. Как в округе идет работа по патриотическому воспитанию молодежи? Вот основная тема этого Совета по делам военнослужащих. В Уссурийске сейчас активно работают с допризывниками. И если раньше при общении с парнями акцент ставили на долги и обязанности защищать родину, то теперь говорят еще и о плюсах службы. Вы понимаете, человек, который отслужил, ему открыта дорога везде. Начиная с государственной службы, поступления в высшие учебные заведения и так далее. А те, кто незаконно отнынивает от службы, кроме оболонного преследования, приобретают еще ряд проблем. Для того, чтобы уклонистов стало меньше, в округе ветеранские и военные организации работают как с дошколятами, так и с малообеспеченными семьями, дети которых стоят на учете в полиции. Часто для парней проходят дни открытых дверей и уроки мужества. Например, в середине октября в шести крупных воинских частях такие занятия организовали для школьников 9-11 классов. Участвовали почти 750 учеников. Виктория Калинина, Антон Войцеховский, Телемикс. Сложно начинать. Своё дело решаются организовать немногие. Ведь всегда бизнес – это определенные трудности. Как их преодолеть, получить субсидию и грамотные советы, узнаем из рубрики «Консультант». Хотим с другом начать своё дело. Я слышала, что в администрации Уссуриска есть программа, по которой выделяются деньги на старт и можно получить консультацию бесплатную по развитию. Подскажите, о чём идёт речь и кто может рассчитывать на финансовую поддержку? Во-первых, нужно вначале подумать о том, каким видом деятельности вы собираетесь заняться. То есть субсидии не распространяются. В 209-м федеральном законе есть прописаны условия, кому не предоставляются субсидии. Это такие виды деятельности, как оптовая, розничная торговля, производство и реализация подакцизных товаров. Второй момент, где можно получить. В рамках индивидуально-конституционной поддержки к нам приходят и начинающие предприниматели, которые уже зарегистрированы на территории и осуществляют деятельность. Есть ли какие-то вопросы, связанные, например, с трудовым законодательством, мы их в отдел трудовых и социальных отношений. Если есть вопросы, связанные с торговой деятельностью, мы также можем дать консультацию и перенаправить в отдел потребительского рынка. Также работаем, были и обращения, и связанные с трудоустройством инвалидов, мы также их направляли в центр занятости населения. В налоговую мы также давали консультации, и если вопросы касались чисто режима налогообложения, то лучше, конечно, чем специалист налоговой инспекции не даст, поэтому мы туда направляли. Можно обратиться, помимо того, что к нам, в управление экономического развития, также есть центр «Мой бизнес». Они также работают в рамке единого окна, наподобие МФЦ, как работает. Поэтому, если даже специалист своевременно в прямом диалоге не сможет дать консультацию, они записывают и потом дают ответы уже более подробно, либо в письменной, либо в устной форме перенаправляют. Но хотелось отметить, что по подготовке документов на субсидию 13 ноября в центре «Мой бизнес» будет проходить семинар, на котором я буду давать информацию о том, какой пакет документов, что туда входит, какие акценты нужно сделать при составлении бизнес-проекта. Потому что многие предприниматели, формируя пакет документов, допускают ряд ошибок, по которым идет отказ в предоставлении субсидий. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Проверить свои знания. Большой этнографический диктант написали в Уссурийске. Внимание, пожар! Воспитатели и дети детского сада номер 129 репетируют эвакуацию. Будущие чемпионы. Открытое первенство по фигурному катанию началось на ледовой арене. Автошкола «Лада» проводит наборное обучение кандидатов-водителей по различным категориям. Уссурийск, улица Некрасова, 22, 34-й трест, 2-й этаж, офис 202. Люхера 51, база Орса, кабинет 3. Телефоны 22-99-00, 22-99-88. Автошкола «Лада» начинает движение с нами. Нужны деньги до получки. У соседа не занять. В банке очередь, толкучки, ответа долго ждать. Есть решение, горожане. И ходить недалеко. Займы мани в кармане. Просто, быстро и легко. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс новости». Продолжаем. Назвать многочисленную народность в России, знать, из чего делают лодки удыгейцы и определить традиции народа в коме. Большой этнографический диктант прошел в Уссурийске. О том, какие еще в этом году были вопросы, узнавала наша съемочная группа. Почти 150 человек пришли, чтобы написать диктант. Но не традиционный, а этнографический. На специальную площадку, которую организовали в 29-й гимназии, пригласили всех, кто хотел бы проверить себя на знания родной страны. Акция носит статус международный. На мой взгляд, вот такие акции – это настоящее проявление толерантности. Не псевдо-толерантности европейской, когда все дозволенность какая-то, лишь бы не ущемить национальные интересы. А вот настоящее, через интерес к костюму, к быту, к традициям, к истории народов, которые живут рядом с тобой. Россия – страна многонациональная и насчитывает более 50 народностей. Поэтому и вопросы были разные, в основном тестовые. Сами участники заметили, где-то было отвечать легко, а где-то приходилось подумать. От традиционного диктанта большой этнографический, естественно, отличается. Диктант заключался в том, чтобы проверить то, насколько мы знаем этнос нашей страны и расположение некоторых каких-то народов, их занятия, чем они занимаются. Большой этнографический диктант пишут в России уже 4 года. Из них 3, Елена Сухинова, приходит вместе с коллегами и проверяет свои знания. Учитель географии заданиями в этом году была очень довольна. Организаторы добавили вопросы на знания Дальнего Востока. Но оказалось, что даже Елена не знает все. Я не на все вопросы ответила, потому что есть вопросы, касаются именно этноса, самих народов. Затруднялась именно из какого материала была изготовлена лодка у дегейцев. И были вопросы такие, которые касаются... В скором времени диктант проверят. Оценивается тест в баллах. Максимум 100. Свои результаты можно будет узнать на сайте мирэтно.ру. Для этого нужно ввести свой номер, который присвоили при выдаче бланка с вопросами. Елена Карпенко, Роман Адонин, Телемикс. Внимание, пожар. Правда, учебный. В детском саду номер 129 ребятня и воспитатели вместе с сотрудниками МЧС провели эвакуацию. О том, как справились малыши и что вызвало неподдельный восторг у дошколят, расскажем в следующем сюжете. Внимание, пожарная тревога. Сработала охранно-пожарная сигнализация. Всем, находящимся в здании, срочно покинуть свое помещение. Пожарная сигнализация сработала. Воспитатели 129 сада и дети репетируют эвакуацию. 120 малышей запоминают порядок действий и путь к запасным выходам. Когда спасатели убедились, что ребятне ничего не угрожает, немедленно следует кочегу возгорания. По легенде, источник пламени в кабинете заведующей на первом этаже. Все обошлось, ломать ничего не нужно, ведь это учение. Огнеборцы отмечают, что главная задача воспитателей в момент чрезвычайных ситуаций – донести до спасателей нужную информацию. Сколько детей в здании, где источник опасности. Обязательно необходимо выключить электричество. Специально для ребятни сотрудники МЧС показали брандспойт в действии. Малыши в восторге, взрослые довольны. Общение, я считаю, прошли хорошо. Администрация положительная оценка. То есть, они уже деток и эвакуировали, и выключили электричество. То есть, дали нам необходимую информацию. Я считаю, что в дальнейшем, как бы, такие мероприятия, они должны проводиться. Не только в этом садике, в остальных садиках, в школьных учреждениях. В 129-м детском саду около 300 детей. В этой эвакуации участвовали 6 старших и подготовительных групп, а также одна средняя. Справились все. Ребята рисовали плакаты, учили стихи и хорошо знают, для чего нужны такие учения. А кто-то из малышей и вовсе хочет связать свою жизнь с почетной профессией спасателя. Мой папа работает пазарником. И когда я вырасту, я тоже буду пазарником. Эвакуации, это больше всего проходят в садике, потому что дети должны запоминать, как нужно обращаться с пожаром. Такие мероприятия проходят как планово, так у нас проходят беседы с детками в группах. Обязательно проходят викторины в старших подготовительных группах, проходят игры по пожарной безопасности. Мы говорим о том, что дети у нас живут в социуме. И это обязательная тема для того, чтобы наши дети были готовы к жизни в окружающей нас мире. Во время настоящего пожара идеального времени для эвакуации нет, говорят огнеборцы. Чем быстрее, тем лучше. А еще отмечают, доносить информацию до подрастающего поколения должны не только воспитатели. Важно, чтобы родители рассказывали своим чадом о мерах безопасности и правилах поведения при возгорании. Елена Карпенко, Марина Роман, Антон Войцеховский, Телемикс. Сальхов и Аксель – элементы, которых боятся не только новички. Открытое первенство по фигурному катанию стартовало в Уссурийске. 150 участников со всего Дальнего Востока будут бороться за призовые места. Первыми выступали юные фигуристы и дебютанты, а также девочки 2-го и 3-го юношеского разряда. Вот и начались три дня волнений не только для участников, но и в первую очередь для тренеров. Еще бы, 150 участников со всего Дальнего Востока съехались на открытое первенство по фигурному катанию. Напряжение утихло для новичков. Маленькие звезды порадовали своего наставника первым золотом и серебром. Маленькие у нас уже сейчас от выступали и очень сильно нас порадовали. Практически все дети у нас с медалями. Мы завоевали 4 золота, 4 серебра. И очень порадовали, я очень счастлива. Сейчас будем болеть за старших детей. А за старших детей тренеры волнуются неспроста, ведь это борьба за кандидата в мастера спорта. Ради подготовки к таким серьезным соревнованиям приходится даже жертвовать посещением школы, признаются некоторые участницы. От 5 до 7 часов каждый день фигуристки проводят на льду за тренировками. Чтобы получить КМС, необходимо все время оттачивать элементы. Мы разучиваем сейчас тройные прыжки, то есть три оброта и два с половиной. То есть сейчас я разучиваю тройный Сальхов, тройный Риттбергер. Ну а все двойные у меня уже более-менее стабильные. Больше всего волнуюсь за Сальхов двойной и за Аксель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вечеру поменяет направление на противоположное. И уже ночью в Уссурийске будет минусовая температура. От 4 до 6 градусов. Все дни рабочей недели погода будет солнечной и без осадков, говорят синоптики. На этом пока все. В студии работал Роман Адонин. Сюжеты можете увидеть на нашем сайте телемикс.тв и в профиле сети Инстаграм. До встречи на нашем канале.